А сейчас последние события на Украине мы обсудим с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. Сергей, здравствуйте. Скажите, а вы ставите знак равенства между двумя политическими украинскими терминами – федерализация и раскол? Это связано со слабостью. Дело в том, что украинская политическая элита позиционирует себя, испытывает трудности с идентификацией, позиционирует себя как нероссийская и по ошибке постепенно перешла как нероссийская в антироссийскую. Знаете, история этого очень давняя. На самом деле с конца 19 века украинская интеллигенция пытается осознать себя как нерусская. И даже в 20-е годы, 20 века, когда русские коммунисты кодифицировали украинский язык для того, чтобы всячески подчеркнуть отличия украинцев от русских, запятые были поставлены в тех местах, то есть по украинским правилам было придумано, что запятые стоят в иных местах, чем у русских, чтобы не быть русскими и чтобы быть противоположными русским. Понимаете, но только сейчас, только вот в 2014 году это стало решительно коммерческим проектом, потому что за это платят деньги и за это платят деньги американцы. Они, по крайней мере, обещают деньги за то, что Украина станет таким окопом некого американского мира на границе с Россией. Это выгодно стало, во всяком случае, по обещаниям. Сергей, скажите, пожалуйста, для вас это понятно, этот вопрос не просто, а вопросы исследований. Вы родом из Керчи, и в связи с последними событиями, конечно, хочется спросить, как вы в свое время отнеслись к тому, что Керчь, весь Крым стал Украиной, и как сейчас, когда Крым вернулся домой? Я спрашивал об этом родителей, я родился в украинском, у меня в украинской Керчи в то время, и у меня в свидетельстве о рождении написано «Святотство про нарождение». И я, конечно, спрашивал родителей, почему такая надпись, хотя я вырос в Сибири, на Дальнем Востоке, но надпись я видел, и мне родители тоже затруднялись об этом сказать. Это очень трудный был вопрос. Вы знаете, я спрашивал отца, вот почему Крым украинский, и он говорил, черт, я даже не знаю, он говорил, может быть, это связано с легкостью коммуникации из-за того, что перешеет. Он говорил, про праде сказать никто не понимает, никто не мог понять, почему это так было. Это считалось каким-то странным курьезом, может быть, вот так. А сейчас, когда Крым вернулся домой, что чувствуете? Когда Крым вернулся домой, все стало на свои места, понимаете, рассыпанная мозаика попросту сложилась вновь. Вот теперь вот этого вот странного курьеза нет, и кажется, боже, а почему раньше этого никто не видел? Очень тяжелая и напряженная ситуация сейчас на востоке, юге Украины. Вы недавно написали некое телеписьмо Дмитрию Ярошу. К кому, как считаете, нужно обращаться сейчас с тем, кто стоит на баррикадах в Донецке, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Николаеве? Людям, которые стоят на баррикадах, нужно обращаться, конечно, к России как к покровителям, ни в коем случае не верить в то, что и не думать, и не простить торгаться войсками. Россия, надо точно понимать, надо точно понимать, что Россия в торгах войсками не будет, если только там не прольется большая кровь. Надежда на то, что все придет, старший брат и все рассудит, и все сделает, ничего этого не будет точно. Русские должны покровительствовать каким-то образом в гуманитарных вопросах, помогать, но это не будет военным вторжением. Это точно. И, значит, нужно только понимать, что... Вы понимаете, в чем дело. Нужно понимать, что Киев не соблюдает интересы страны. Киев сегодня, я хочу, чтобы это было точно понятно, Киев сегодня пытается сорвать выборы 25 мая. Вот почему. Люди ключевые в Киеве, Торчинов, Аваков, Яценюк, ключевые люди в Киеве, это люди из блока Тимошенко. Поскольку она гарантированно проигрывает выборы 25 мая, она пытается их сорвать, поэтому она идет на обострение, поэтому она оскорбляет русских, поэтому она оскорбляет восток Украины, потому что, когда она не выиграет выборы, и выборы будут отложены, например, на декабре этого года, как и планировалось, Тимошенко остается теневой руководительницей страны, а за нее Яценюк, Торчинов и Аваков продолжают руководить в ее интересах. Если она проиграет 25 мая, как вы понимаете, она упустит платье, она за вас делает все. Поэтому Киев будет играть на обострение, на оскорбление людей на востоке Украины. Это страшная перспектива в эгоистических, абсолютно личных целях, презирающих в том числе будущее Украины. Сергей, скажите, пожалуйста, как вы думаете, чего вообще добился Майдан? Мы чуть позже нашим зрителям покажем эпизод о том, как глава администрации президента Турчинова Сергей Пашинский летает на правительственном вертолете на рыбалку в разгар волнений на Юго-Востоке. Так чего добился Майдан? Майдан, видите ли, провозглашал цели, которые, конечно, были абсолютно декларативными. И Майдан в сущности добился того, что кланы, все кланы до единого, которые руководили Украиной и вернулись в руководство Украины, вытесли всего один клан. Это Януковича, его сына и дружков сына Януковича, который, как им казалось, с ними плохо делился. Вот понимаете, давайте думать о людях, о человеческой жизни, как о высшей ценности. Вне всякой зависимости от того, каковы были идеалы людей, погибших в Киеве, но там есть трупы, там есть смерти. И самое страшное, что все эти смерти были только для того, чтобы привести олигархов в власть и, наконец, потеснить клан Януковича, который, с их точки зрения, с ними плохо делился. Это, конечно, кощунственно. Я думаю, страшно людям сейчас в Киеве осознавать это. Сейчас скажите, пожалуйста, в последнее время, когда обсуждается Украина, европейская тема, тема Евросоюза уходит как-то на последний план. Почему мы стали о Европе забывать, обсуждая Украину? И какова роль Евросоюза в украинском вопросе сейчас? Вы знаете, ведь Евросоюз занимался Украиной. В общем, этот проект отторжения Украины от России ввел Евросоюз по поручению союзников, западных союзников по поручению Соединенных Штатов. Это была ответственность Евросоюза. Надо сказать, что Евросоюз справился вовсе плохо. Евросоюз, Евросоюз, вот Янукович расстрелился тоже в Евросоюз. И больше того, мы стали свидетелем его заявления об этом. Мы стали свидетелями того, как все политические силы Украины сплотились вокруг Януковича, чтобы обязательно подписать это соглашение. Там по торговле произошел срыв вполне понятный. Янукович запросил цену Польши. Он сказал, что Польша вступила в Евросоюз на таких условиях. Мы больше в полтора раза, чем Польша. Пожалуйста, дайте нам те же условия. И он не сумел торговаться в пульских условиях. Это, в общем, вопрос, конечно, был торговцев. И был использован ложно, был использован нарочито, как повод, что вот он плохой и не идет в Евросоюз. Хотя, на самом деле, он давно предал Россию и шел в Евросоюз и отвернулся от нас. Но дело в том, что с какого-то этапа этой революции, которая началась с странным разгоном и избиением студентов 30 ноября, с какого-то этапа роль Евросоюза понимается американцами как неумелая. И американцы отторгли, в сущности, Евросоюз. Евросоюз дальше был камуфляжной ширмой. Даже когда приезжали 21 февраля министры иностранных дел, решения принимались уже в это время. Четвертый этаж СБУ, Службы безопасности Украины, полностью занимала ЦРУ. Уже в это время штаб посольства Соединенных Штатов сидел на седьмом, простите, этаже в штабе Майдана. То есть европейцы, начиная с, наверное, декабря прошлого года, играют камуфляжную роль. Это дымовая завеса. Поэтому относиться к Евросоюзу нужно вот ровно так, как к нему относятся американцы. Американцы считают, что это камуфляж. И что, и вы знаете, даже нецензурную брань госпожи Нуланд в адрес Евросоюза. Поэтому мы не можем ценить или оценивать Евросоюз выше, чем с помощью матерной ругани госпожи Нуланд. Если сами американцы их так оценивают, ну как же мы будем к ним относиться? Спасибо вам большое, Сергей. На прямой связи с нашей студией по телефону был главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.